Петрозаводчане, которые судятся с ТГК-1, наконец получили на руки копию нового судебного определения, которое в корне меняет ситуацию в нашумевшем деле. Андрей и Павел Грищенко затеяли разбирательство с компанией, так как усомнились в правильности начисления платежей. Первой конкретной подвижкой в деле стало январское заключение эксперта о способе начисления платы за услуги. Результаты экспертизы, которую провела компания «Автотекс», показали, что методика расчёта неверна. Тогда суд встал на сторону Андрея и Павла. Но 22 апреля 2022 года в деле появилось новое апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия. Оно говорит о том, что экспертиза «Автотекса», которой Грищенко подтверждали свою позицию, не соответствует установленному нормативно-правовому акту. В итоге чаша весов склонилась на сторону ТГК. «Таким образом, все коэффициенты, применяемые ПАО ТГК-1 при расчёте платы суд посчитал верными. Мнение экспертной организации ООО «Автотекс», а также отдельных потребителей могли ввести в заблуждение жителей города Петрозаводска о правомерности начисления платы за коммунальные услуги». Для жильцов решение суда стало неприятным сюрпризом. Оно полностью переворачивает игру в партии между компанией и жильцами. По словам Андрея Грищенко, сейчас стороны спорят по двум конкретным коэффициентам – тех, что касаются стояка в доме и наличия полотенцесушителя. «Верховный суд в своём заключении очень двояко разделил решение на две части. В первой части в отношении полотенцесушителей он признал, что методические указания не должны исполняться, так как это рекомендательный характер. А во второй части по поводу стояков горячей воды изолированы или не изолированы, они признали, что методические указания надо исполнять, но наша сторона, наша семья не доказала, что они существуют в неизолированном виде в нашем доме». Жильцы считают, что позиция компании принимается как верная априори. А жильцам приходится доказывать каждый шаг. Например, за солидную сумму нужно провести экспертизу, чтобы просто доказать наличие полотенцесушителя. Мы обратились к управляющей компании, которая обслуживает дом, чтобы узнать их мнение. «Пришли, засвидетельствовали, да, действительно, у нас имеется полотенцесушитель, который был изначально, естественно, модификация была немного изменена ввиду возраста дома». На месте и стояки без изоляции. Специалист подтверждает, оборудование соответствует нормам, утверждённым для многоквартирных жилых домов. К управляющей компании в своё время уже обращались не только жильцы, но и суд. По мнению Елены, доводы ТГК, которые её представители привели в судебном заседании, не имеют под собой основы. «Возможно, недостаточно правильно был задан вопрос, либо нас не услышали, когда мы давали ответ суду. На данном этапе я считаю, что суд должен принять сторону господина Грищенко и принять во внимание тот факт, что всё инженерное оборудование находится в квартире и находится в надлежащем состоянии». Семья Грищенко в любом случае будет обжаловать последнее решение суда. Дальнейший план действий озвучил их адвокат. «В дальнейшем у нас планируется подготовка направления кассационной жалобы. Это, соответственно, рассмотрение гражданского дела в кассационном суде общей резидикции, третий кассационный суд, который находится в Санкт-Петербурге. Ну и дальше будем смотреть по результатам в зависимости от того, какой итог, какой финал будет при рассмотрении данного дела». По словам адвоката, это уникальное для Карелии дело. Впервые обычные граждане оспаривают метод расчёта коммунальной компании в суде. Жильцы готовы идти до высших инстанций, обратиться в суды Санкт-Петербурга и Москвы. А мы будем и дальше информировать вас о ходе судебного дела. Илья Лопыхин, Александр Колобов, Служба новостей.